Одна сладкая мечта сбылась сегодня. Надпись на плакате. Пол Маккартин в Москве и поклонников приветствуют по-русски. На Красную площадь очередь в 20 тысяч человек. Столько продано билетов. В очереди политики, рок-звезды, актеры. Просто поклонники не то что из разных городов, из бывших союзных республик. В джинсах и в вечерних туалетах. Не как на рок-концерт, как на торжество, как на события целой жизни. Я этого дня ждал всю свою жизнь. Если бы не было Маккарна, то не было бы меня. Я не мог не приехать, потому что это одна из серий моей жизни. Такая эпоха. На этой песне, на этом альбоме у тебя родился первый ребенок, а тут ты купил первую машину, а там еще что-то. И вот так вся жизнь абсолютно проходит. Под крики «Свершилось!» и «Ура!» из-за перегородки Маккарт не отвечает на вопросы. Не журналистов, а просто всех интересующихся. Поклонники хотят узнать, что Пол знал о них на заре Битлз. Он отвечает «В Сибирь много военных, очень серьезная страна». Теперь я не могу дождаться, чтобы поиграть на этих чудесных русских. Журналистка задает вопрос, предельно некорректный. Добро пожаловать в Россию. Какой лучший город на Земле? Маккарт не отвечает честно. Левопу. Ливерпульский маэстро уходит с уникальной балалайкой, подаренной российским фэн-клубом Битлз. Он левша, и эту балалайку поклонники заказали с грифом «Направо». «Back in the USSR». Для Маккарт не сегодня это значит «Впервые в России». На мониторах клип «Портреты Сталина», «Первый полет в космос», «Олимпиада-80». Многие песни с ребертуара Битлз Маккарт не пел давно, а некоторые на концертах вообще никогда не исполнял. Концерт уже в самом разгаре, когда из Кремля выходит Владимир Путин. Заметив президента, люди начинают кричать, но Путин показывает «тише», Маккарт не поет. Проходит и садится рядом с Лужковым и Макаревичем. Владимир Путин тоже рос подписан в Битлз. Президент России принял сэра Пола Маккарт не с женой Хезер за пять часов до концерта. Не просто в кабинете, а в своей резиденции в Кремле. Насколько мне известно, в 80-м году, по-моему, вы пытались организовать концерты здесь, в Москве, в Камчинарской площади. Ну, так тогда не получили. Да, тогда все провалилось. Я не знаю почему, но теперь даже более волнительно быть здесь. Я очень рад быть здесь. Спасибо. Это нормально? У нас в России очень многие с удовольствием играют и поют, и вам подражают. Вас очень любят. Спасибо. А вы когда росли, слушали Битлз? Да, конечно. У нас было это очень популярно. Это было больше, чем популярно. Это был какой-то глоток свободы. Окно в мир. Это же было запрещено? Это запрещено не было, но ведь вам в 80-м году не разрешили выступать на Красной площади. Это само по себе о чем-то говорили. Во время прогулки, Нима Арсенала, Царь Пушки к Соборной площади, Владимир Путин и Чита Маккартни говорят о дзюдо, о верховой езде, о том, что все трое из рабочих семей. Говорят по-английски без переводчика, только на площади присоединяется профессиональный экскурсовод. И Маккартни решает продемонстрировать, что он тоже кое-что знает о российской истории. А Распутин здесь бывал? Ну, наверняка, он же был советником российских царей. Школьники, гуляющие по Соборной площади, увидев происходящее, не верят своим глазам. Правда, Маккартни никто из них, видимо, не узнал. Кричат только «Здравствуйте, Владимир Владимирович!». Президент и легендарный музыкант прощаются без переводчиков. Я должен идти, но мы будем поддерживать связь. Да, обязательно, передавайте привет вашей жене. Президент отходит, и Чита Маккартни, не замечая камер, непринужденно обсуждает встречу с нашим собой. Ну что, хорошо? Очень хорошо. Мне он показался хорошим человеком. Да, он отличный парень. Маккартни потом рассказал, что Владимиру Путину без камер он сыграл в Лет-Идбит. Пока звонят колокола на Красной площади, пусть будет так. Маргарита Самонян, Андрей Кондрашов и Лариса Катышева. Вести недели. Москва.